ну вот переночевали в такой вот комфортабельной избе оставили после себя порядок подмел пол покажу чтоб вопросов не возникало все полы подмел все убрал на клюшку как говорится крышу кто-то перекрыл я тут сто лет не был видно она очень текла последнее время и вот судя по всему прям весной кто-то перекрывал потому что гвозди даже еще не начали ржаветь свежие на снегохода кто-то приехал сделал но молодцы даже деревяшки вот еще не потемнели у нас и надо вот еще закрыть вот этого трубу вот так вот как у мужиков было все так и осталось что тут еще у них сделано видите как то есть фундамента нету а сделан вот такой настил из грёбин избушка стоит на стоит на его таком настиле так что вот так вот тряпки эти не я вешал не мне их снимать но по идее вот тоже надо снять потому что портится стенка от них скорее всего они намокают и потом сырые потом это 50 с них капает вот стенка гниет сниму уберу лучшего положу вот такой домик очень далеко он находится прям вообще тут не знаю люди бывают на снегоходах вот видно видите вода не оттесаны и не потемнели на и рубероид видно что только-только вот постелили ладно идем на рыбалку дальше рыбу ловить пробовать место хорошее я думаю мы теперь не разу будем ночевать по 8 буду ходить сюда охотиться рыбачить вывод о том что зимой приезжали а вот видите что нашел это санок ты кто-то на нас сидел санках было какое-то барахло и вот они тут санки вытряхнули вот они возили лес дровишки тут до избушки еще что-то и ну в общем вот они вытряхнули или выпало у них не знаю так вот это все тут осталось лежать метров сто от избы ну что дорогие друзья утро следующий день ничего не меняется опять мелочевка опять я ее выпускаю не за что изменилось я поймал нельзя первого наконец-таки в этой в этом озере ночью блин спал замерз капец блин тубак ночью замерз свитере блин двое штанов свитер я за а ведь его эти какие заливы и вот я вот так стал и кидаю 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 вот каждый заброс то окунь то щучка к сожалению тут вот мелочь ветер сегодня такой сильный с утра вообще был метров 12 секунду порывы вот кидаю должна быть щука да хоть одна ну нормального размера в таком заливчике нифига вот окунь бьет по блесне и все козел блять и все ничего блин больше не клюет он сразу же вот сел каждый заброс почти все какие-то мелкие крупного ничего нет опять я не знаю крупная где рыба тут вообще непонятно смотрите капец и еще одна блин капец ну не скажу что каждый заброс но очень много вот такой щуки это радует возможно будет подрастет будет потом много нормальный щук нормального размера будет ну что первое более-менее щука смотрите первое вся в этих каких-то пиявках не пиявках вся в наростах не знаю выживет не вижу пусть им маленькая тоже уже хотя бы побольше размером ветер бы стих по той сторон по той стороне был проехали я там не ездил еще потому что все время ветер туда там будет большая волна тухла по рыбе не знаю смотрите сразу в рот кинул ведь сразу бах 5 окуня тащится вчера я так окуня тащу уже почти ко мне к себе потащил за него щука схватила на промахнулась она я тут же кинул и вытащил щучку килограмма на полтора самую большую которая была блин в этом озере пипец блин давай еще туда 5 что-то клюет опять кто-то поймал кого-то хорошего поймал кого возьмем берем такого пока там полежит ведра нету ведро я не взял оставил на базе чтоб лодка легче шла когда майка уже есть сразу буквально куда в рот попадаешь вчера и на донку пытался тут ловить и на нифига путь него ничего это хороший опушок идет видите есть окунь крупный так вот пытаюсь поймать окуня очень быстро несет попробовать весло опустить весло пущу я наверно будет меня разворачивать не а 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 па а а ко Оторвалась щука! Щука, щука, щука. По-любому щука была. Оторвало, наверное, все. Оторвало, точно. Откусила щука именно поводок. Вот этот, который идет к крючку. Видите, тут у меня поводок-то стоит от щука. Но она перекусила не там. Друзья, щучка. Щучка. Блин, кое-как сидит. Кое-как сидит. Блин, не хочет никак, а. Подходить не хочет. Опа, взяли. Берем. Берем. Берем, берем. Нет, вот порвано что-то губа. Вчера примерно в этом же месте был сход. Я вот думаю, дай-ка подъеду. О, такая щука. Отлично. На джигу. Проводку. Сейчас, знаете, что попробуем. Сейчас попробуем ее зацепить. Сюда, вместо вертушки. Смотрите, опять к этому знаку прилепился. Прибило меня к этому знаку опять. Смотрите, какой-то магический знак. Сейчас попробуем на резиночку. О! Что-то есть. Что-то взял. Отцепился, что ли? Отцепился? Нет. Отцепился. Отцепился. Видите, плохо, что крючок один. Что-то опять подцепил. Отцепляется. Надо. Сейчас пока хвост не оторвут. Берем. Отлично. Берем. Я уже буду брать. Потому что две щуки всего поймал. Надо хоть окуньи натягать. Опа, блин! Сход был. Хороший. Есть. Есть, есть, есть. Хорошие окушки. Опа. Не за окушками я, конечно, приехал, но буду брать. Опа. Есть. На резинку как-то получше клюет, чем на вертушку. Терпит пока. Терпит пока. Сейчас хвост откусит. А второй такой у меня нету. А второй такой у меня нету. Поклевка щучья. Пошли воронки. Сейчас еще раз попробую протянуть. Вот тут прямо возле лодки. Здесь еще мы стоим. А вот опять, видите? Тунай промокнулся. Рядом со мной. Друзья, что-то зацепил хорошее опять. Ох, сорвалось. Сорвалось. Что-то было. О, еще село. Вот она. Она за хвост хватает. Она за хвост хватает. Сейчас мы ей джигу подсунем. Тут нужна резина на этой ламбине. Сейчас попробуем. Гаси библин. На эту-то уже, если клюнет, то все уже попадет. О, клюнула. Вот она. Ну что, щука-то, блин? А-а-а. Наверное, рекорд, если я поймаю. Вот рекорд сегодняшнего дня. Хорошая щучка. Давай, иди сюда. Хорошая, блин. Килошник 2 где-то. Килограмма. 2 килограмма где-то. Смело. Пойдем, пойдем в морозилку к Роману Андреевичу. К Таежному Роману в морозилку. В морозилку. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о. Есть. 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 Щука. Мои мечты. Смотрите, как она взяла. Вы не поверите. Смотрите. Блесна отцепилась. А она вот за челюсть замотала как-то. или смотрите. Отлично. Берем. В морозилку пойдешь. В морозилку пойдешь. В морозилку. В морозилку. И окуня тоже в морозилку. В морозилку все идут. Так вот. Кидал, 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 кидал. И накидал. Постепенно рыба прибавляется. Прибавляется постепенно рыба. Вот на рыбалке. Не смотрю. Горбуша пока не спешит заходить на нерест на Беломорские реки Карелии и Мурманской области. Про горбушу. Здесь ждут сотни рыбаков-любителей уже на берегах реки Варзуги в предвкушении грандиозного улова. Летом 2021 года здесь происходило невероятное. Горбушу можно было ловить буквально руками. А прогнозы ученых в этом году картина должна была быть аналогичной, но пока... А ученые обосрались, как всегда. уже ловят и довольно крупных размеров в реки она еще не заходит. Причиной может быть прохладное лето. Вода в Белом море не прогрелась выше 10 градусов и в море не включился механизм, заставляющий ее собираться. В 2019 году было нормально все. Возможно, это произойдет в конце июля, в начале августа. Ой, да, да, да. Это проблема в том, что у нас ученые, не ученые, рыба умнее ученых оказалась. Назад как-то проще прыгивать, нежели подниматься. Прыгиваешь просто и все. Бобры за ночь построили. Я разбирал, они за ночь построили. Так и едет. Редактор субтитров А.Семкин в СССР. В СССР. Эти ветки страшно. Продолжение следует... 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 А вот тут я боюсь так прыгать. Так может и не получится. Можно тут навернуться. Тут вообще перепад капец. Сейчас будем перетаскивать, опять разгружаться. Лодку подкачаем. Немножко подпускает она у меня. Вот сейчас уходит. Э, зараза, куда ты пошла? Мне надо сюда. Да. Вот. Попробовать не разгружая. Сейчас попробуем, может быть, не буду разгружаться. Назад-то проще. А назад, оказывается, можно не разгружать. Все нормально. Прям дальше. Еще одна щука. Еще одна щука. Она секретная тайозная ваминя. Не знаю, как я ее буду брать. Хорошая щука. О, взяли. Еще одна. Еще одна в копилку. Холодильник. Холодильник. Все засовываем в холодильник. Дорогие друзья, ну вот я и дома. Поднялся очень сильный ветер. На озере. Лодку тащат, не покидать. С якорем стоять тоже не сильно получается. Поймал еще пару щук. Надо же вам, надо же вам лог показать. Поймал вот столько рыбы. Вот щучки. Еще две сошло у меня. Ну и вот окушков немножко потягал. Ну, если вот так вот смотреть. Клограмм 15 рыбы. 10-15 есть. Так что, это была разведка. Летом я на этом озере ни разу не был. Поэтому, что поймаем, я не знал. Так что, ну, главное не с пустыми руками. Посмотрели дорогу, посмотрели избы. Посмотрели рыбу. Может, теперь больше хотеться туда и не будет. А так, знаете, вот червячок все это время меня точил. Надо съездить, надо. Вот аэроводка есть, надо съездить туда. Никто проехать не может, а я проеду. Надо вот там рыба крупная. Ну, в общем, щук мелких очень много. Через пару лет, может, они вырастут. Будет нормальная рыбалка. А пока вот так. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. К сожалению, бывает и вот так. Ну, мне достаточно. То есть, я там не намеревался бить какие-то рекорды. Просто съездить, посмотреть, что на этом озере ловится. Съездил, посмотрел. Дома не сидел. Мне рыбалка понравилась. Вот так вот. Особенно там вот эта вот щука на донку, когда схватила. Вот это вот, да, и пару оконей таких еще поймал. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Увидимся на канале. Будем ждать горбушу. Потом рванем уже за ней. Пойду я рыбу чистить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова